земля цвета вернет во тьму вот так вот приезжают к радио на целую неделю исчезает два дня и привез его чернобаевым вот только через два дня их оттуда вывез то что он увидел потом я такой хитрый звоню на абаканское телевидение ко мне приехал сам курдюмов да ну видимо там по справщикам поискать действительно знаменитость приехала и приезжает ко мне телевидение мой сад я его забираю у чернобаевых вот хватит там это гостеприимный хозяев самая гостеприимная в мире вот не вздумайте к ним гости попасть анна помните чернобаева но еще бы не помнить для вас саженцы приготовил так вот садим на стул он говорит у меня ноги болят а впереди интервью посадили на табуретку под нарядные фильмы вот тут вот у него на плечах на нету снег не не было ума все это записать в виде фильма виде фотографий вот здесь лежат у него на плечах вот такие вот эти нарядные фильмов самый расцвет молодой дерево вот и он говорит цитирую вы знаете в манеру братцы я все в этом жизни повидал но то что я увидел тут но на милую думай сад и сад дублер чернобаева я не видел никогда понимаете а мне обидно вы говорите чушь а чушь то берется из этой технологии раз да просто посмотреть вот просто посмотреть ведь если у ольга еще начать я уверен на наше будет то наталья по моему беззадежно не смотрел смотреть не буду ну хоть подсмотрите что ли вот это курдюму а он выпускники мерязевки и настолько мужик грамотно это вообще невероятная грамотно про него отдельно расскажу он побывал десятки садов которых вы не знаете и никогда не узнаете и только от меня узнаете почему он мне оставил папочку урал абакан цианогорск вот это еще не все неужели не интересно а куда вы поедете с этим я предлагаю это общие вопросы они касаются всех нас я предлагаю прекратить работу по пропалению переопылению кастрации и проще опять чуть матом не сказал вот только для того чтобы все выпускники нет не так все поступающие теми разу его конечно закроют раньше но это касается и других сельхозвузов все поступившие должны иметь деляны не меньше 10 соток сами найти семена на подводе сами найти черенки на прививку вот пять лет растить и только когда-то угостишь комиссию плотами вы видели стал их шикарные сергей накрывал на этом у нас была выставка сергей накрывал бельтяевский накрывал жестовские накрывали вам это не поверьте это это тут валидол нужен а потом нужно это кому вы сейчас кто-то самый хитрый это из студентов там такие скажут или кто еще хитрый это ну не хитрее но ведь у меня 2 студентки прошли практику настоящую не тоже им тяпку давали я им тяпку не давал они учились и вы это знаете вот надо чтобы экзамен был чтоб человек мог сад вырастить угасить комиссии тогда получить диплом а знания да конечно отличить песик от тычинки это не трудно вот даже я не против надо но это не все самое страшное не подпускать людей к тому чтобы создать биологическое оружие против самое главное этих самых грибов и против муравьев а там дальше да занимайтесь но опять же никаких обработок ядами никаких обработка кислотой никаких обработок жестким этим излучением радиационным понимаете все это прекратить божественные создания они идеальны мы наши сады показали что у нас есть то необыкновенной красоты крупности абрикосы груши эти самые все есть не надо их калечить это не то что я призываю быть ретроградами закрыть там это направление в науке нам не нужна наука по скрещиванию а плюс b равняется c не надо это они сами скрестятся сами при этом скрещивание происходит естественный этот сам если она не примет песик тычинга не 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 имеет как этот мичурин несколько поколений только внедрял свое это насыщение метра придумал только для того чтобы однажды однажды вдруг случилось чудо что два совершенно независимых вида вишня и вишня и черемуха вдруг скрестились это был предел которому стремились а потом что ну вот он царападус ну и что есть будете нет вот растения это должно быть это один из моих постулатов совершенный они попадают под этим самым как называть их это ниже будет к иезуитам только потому что оказавшись в другом месте на историческом родине они совершенно у них их не надо улучшать у них нормальная как положено кроны все у них пусть они вот такие я вам все это показывать буду их не надо улучшать им нужно вернуть создать условия чтобы они пока и проявили себя как на старейской родине а теперь вспомним 125 это 126 125 вебинар я вам только на примере академика это я плохо подготовился надо было еще несколько десятков и показать тенденции вот но но принципе я пересмотрел думаю елки-палки вроде бы все понятно теперь так хотя бы но откажитесь вы от этого что не существует вегативная вибрация она существует только каждое дерево новое 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 вот все проехали вот вот к ним студентов сами ну ведь смог же курдюму вот это просто вот наш как бы назвать это наша гордость да вот сергей николай георгиевич вот он посмотрите абрикосовый сад пожалуйста гигантский энергия организатор семинаров съезду с как все сходок не сходу вот благодаря ему челябинске мне удалось рассказать все что я знаю это я бы так благодарен за это это вообще не вряд ли вот кому я должен полуилетру самого дорогого коньяку вот ну а дальше знаете это отголоски того может быть и не надо было уже но она сказала она скажешь я же как это не для нее она же не смотрит она сказала смотреть не буду поэтому я взял и использую как именно нарицательно назовите хотя бы несколько профессора академика имеющих подобные сады не в курсе спросите у курдюмова он совершил новый щепоток проехал вслед за критер на начинке а чехов по трансибу вот и окончил московскую сельхозакадемию и мы создали общую книгу значит есть у нас эти преткновения как называется есть вот я об этих людях написал главы в книге это уникальные люди таких нет больше и уже не будет это штучные изделия вот выпускники вузов среди тысяч может такое родиться вот одним условием если он не будет верить ничему что преподает в этой самой вот теперь смотрите допустим ольга мне она я уважаю заранее я не сижу за и там говорят что продолжается война или там не война может может просто беседы там может споры вот я сказал юрию больше ни одного словечка мне не передавать и не это сам не копировать почему потому что я хочу знаете как вот сейчас объясню идет фильм а фильм вот эти старый когда чего так вот быстро 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 и там два боксера бьют друг другу морду и стоит сбоку судя какой-то момент судья присоединяется к одному из боксеров и они вдвоем начинают избивать третьего причем избивать изощренно запутываю в канаты бьют бьют страшная картина вот чтобы этого не было вот я просто сказал я туда больше не ногой сами разберутся а ответ ольги я готовлю дело том что оказалось не 5 а 6 вопросов поэтому ваши вопросы пошли вот сюда вот здесь там ниже да а а я его раз ты было пять раз два три часа пять пронумеровано я взял сделал вопрос ваш вопрос взял под за подновим под номером 0 и так сейчас блатну чего-нибудь итак вы имеете право на несогласность ладно естественно ваш брат отрицает обрезку формировку саженца это будет сегодня большой раздел это я пишу от отрицает железу хотя по себя любимого не все именно опасную обрезку формировку саженца вот вот это вот где-то вырвано было то есть вот здесь вы не объективны я не ругаюсь вами просто хочу и у меня благодарность такая не дали возможность все мои друзья все это знают я подготовил еще свежие фотографии по принципу дать что такое стереоскопическое зрение вот это и стереоскопическое что это будет интересно за тем кто меня изучил уже вплоть до запятых вот смотрите вы продолжаете писать утверждая что формированные болеют поражается болезнь и долго не живут да я продолжаю утверждать и буду доказывать все остальное жизнь и в этом вебинаре что формированные болеют поражается болезнь и долго не живут вот у меня предпоследнее лето было жуткая невероятно у меня если бы не свидетель вы понимаете девушка ну женщина елена александр савинич да она теперь аспирант а это у нас немного планов у нас уже есть общая материал как называется публикация не публикация в этом мало смысла но там без меня не обошлось так вот она свидетель полное лето с весны после дожди холод дожди у нас эти бедные у нас же есть свои знаменитые курорты типа шара гостей нет нищета чуть ли не голод все пусто 10 такое лето это сня придумал и не я не преувеличиваю это действительно было холодно дожди холодно дожди холодно дожди холодно интересно что будет это вы же утверждаете что вы не согласны эти прослушки меня то что я говорю я свидетели есть фотографии сотни я сделал сотни я делал фотографии лето и осень значит осени не выдержали груши несколько сортов ключа и знаменитую все красавицу покрылись паршой только не держите меня то есть касается потом кто-то в другом месте будет железовая это парша вот если они они яблони несколько сортов тоже покрылись паршой мне не смертельно они же ничем не сделать я не подходил ты мне не секаторами не подходил к ним не с ядами ничего не делал вот потому что это уже была осень а тут уже пора этих грибов парша это грибы листья уже портится им уже холодно им пора портится но чуть-чуть влага повлияло абрикосы за все лето допустим берем те которые у меня сфотографированы они все я их не выбирал вот этот больной не больно все подряд при свидетелях мы ходили мы фильмы снимали мы искали хоть на абрикосах это те самые которые должны были первую очередь заболеть мы искали хотя бы одно пятнышко поэтому и она я мы это понимаем что такое грибы хоть одно пятнышко парши или чего нибудь другого на листьях за все лето за все осень до самого момента когда листья начали опадать мы не нашли внимание ни одного пятнышко ну если говорить целом это несколько грибных встречается разовидности а если конкретно то самая живучая самая странная парша не было ни одного пятнышко это была сенсация мирового уровня наконец-то лето нет если 10 лет подряд я всегда говорю если бы вот так вот климат поменяется если 10 лет будет одно и то же одно и то же вот такое же лето холодное мокрое холодное мокрое каждый второй третий день дождь сыра почва сырая все вот тогда наверное они могут не выдержать но они выдержали просто достойно ни одного пятнышка я не знаю меня обычно на в записи слушает ирина садна савинич вот может быть если слушать там напишет железов преувеличил или железа говорит правду это делаю и у меня и я тоже принципиально фотограф 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 каждый практически дерево понимаете а вы не согласны знаете почему потому что этого не может быть никогда а причина почему они у меня не поражаются их несколько а вы начали про обрезку мы будем продолжать про обрезку до того интересно я так я подготовил вот уговорите свою наталью эту если она правду принципиально не хочет знать правду есть такие люди да вот но не хотят правду знать знаете почему взрывали церкви и это самое и устраивали массовые расстрелы от одного человека до десятков сотни тысяч и знать почему потому что бога не верят вот так и докажи что бог есть побегут церковь как миленькие спасаться то есть получается человек не хочет знать правду поэтому бога нет вот застрелился ему с него сапоги понимаете вот так устроена в сельская психика а про веру мы потом поговорим пониже так вот вопрос я с этим не согласна и как пишет брат у нее дерево не болеть и поражается вопрос вот теперь я буду отвечать на этот вопрос вначале я показываю то что имеет прямое отношение к современной науке я прошли по за прошу вебинар позапрошу могли не видеть наталья с ольгой да а я вас оскорбил кто-то мне позвонил говорит оскорбили наверное я вас назвал дочками не ну по возрасту нормально вот а так конечно может быть настолько об меня не любите что для вас считать себя дочками это к оскорбительно а поэтому не оскорблял я уж не обживал так вот смотрите помните доктор наук вот такую яму делал и поливал ее помните а вот это первая попавшаяся смотрите 27 августа в прошлом году это и лезут сами сами вот где только реклама сами и тут же учат нас садить вот посадка абрикосы на мучительную смерть вот эти мои пара вот эти вот кто-то где-то горит на нет абрикосов по россии а начинают с этого согласитесь сто процентов абрикос погибнет а почему это продолжается а потому что темирязевская академия осталась где-то там где девятнадцатом веке даже до дамичурина вот сожалению это просто маленький такой как сказать ущипнул так легонько ущипнул потому что ну надо же по-другому быть можно получить прекрасное образование и потом вот это все уничтожать прекрасное образование вот а вы же не хотите посмотреть как все такое настоящие холмы сегодня показывал все десел фильм стоял вот этих показывал понимаете вот чек недалекий да ему нужны лайки вот он внизу обрезка вот вот он посадил на верную смерть вот ему кроме лайков ничего интересует как случилось что если вы зайдете в лес и увидите любое взрослая дерево любое и увидите что она за свою жизнь себе сделала вот такой бугор причем сама это же не случайно это его жизнь 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 вот это вот такой холм понимаете а мы делаем это заранее почему потому что деревьями так трудно они же иммигранты ждать а мы не дождемся даже на ровном месте я вам покажу сотни фотографий где гниют абрикосы и груши на ровном месте а почему мы берем наглую груша и историческая родина это самый-самый южный юг причем сухой почти полупустыня когда-то я бы не груши было одно целое потом а ну да как там было чушь продолжаю чушь я бы не пошли в одну сторону груша другой ну то есть семена а там из тысяч миллионов семян какие-то закрепились чуть-чуть корешок длиннее и дотянулся до воды в сухом месте освоили сухие места и все им сырые нельзя а мы берем их ленинградской области а мы берем их это самый там где это вообще считается чуть ли не самое для пола плодовых смертельное место то тот же допустим коньский полуостров вот карелия считается только этот самый пусть там не бойся к морозу камчатка за только циклоны дециклоны приморье зачем же мы вот это делаем а вдруг кто-то завтра возьмет да это самое где-то там придет к ректору вот который может быть старший брат вас и наталья или это еще куда сказать давайте же нельзя так дальше давайте учить настоящего садоводства студентов вот почему я распинаюсь вам просто может не повезло вы не хотите это слушать вот вы хотите получить ответ опять вопрос